всем привет друзья мои уголок доктора снова с вами я его ведущий доктор медицинских наук профессор аст-23 армян веленович сегодня с вами хочу поговорить принципе о чем о дисфункции да дисфункция синусового узла у нас сегодня что такое дисфункция узла синусового узла это такое состояние когда частота сердечных сокращений не соответствует физиологическим потребностям понятно для человека симптомы могут быть практически никакими то есть минимальными или или проявляться слабостью снижением толерантности к физической нагрузке и вот так уборочными синкопальными состояниями но понятно что это все дело диагностируется по экг больным симптомами слабости синусового узла необходимо но слабость дисфункции синусик синдром да необходимо имплантации электрокардиостимулятор с гемодинамически значимыми гемодинамически значимыми сижают жалобами и проявлениями дисфункция синусового узла включает себя не обе скиму не объясниму ситуации синусового бродикардио, ни с того, ни с сего. Ну, понятно, что и когда вагустентонная боли выражена, это явление усиливается. Чередующаяся бродикардио и предсердную тахиаритмию, то, что называется синдром броди-тахи, бродикардио-тахи-кардия, синусовую паузу, синус арест, ну, или остановку. Синус пауз или синус арест. Синусовая пауза или синусовая остановка. Синоатриальная блокада выхода тоже в это входит. Дисфункция синусового узла более характерна для людей, ну, не исключительно, конечно, но он очень характерен для людей более старшего возраста, особенно с низлежащей органикой, сердечной патологией, и очень часто, ну, так скажем, нередко встречается при сахарном диабете. Пауза синусового ритма является следствием прекращения работы синусового узла, который на ЭКГ, электрокардиографии, проявляется отсутствием волн от нескольких секунд до нескольких минут. Ну, понятно, что, если это несколько минут, то дело может закончиться чрезвычайно плачевно. Во время паузы активируются неизлежащие, значит, водители ритма, предсердные или узловые, понятно, что надо же, чтобы сердце полностью не остановилось, которые поддерживают частоту ритма более или менее, да, и его функциональную активность, но длительность паузы может вызвать головокружение и синкопальное состояние. То есть предсердие отключается и начинает работать, как при атревентикулярной полной блокаде, а тревентикулярной блокаде начинает работать, как водитель ритма, узловой ритм, да, то есть, ну, ритм идет из желудочков, вернее, вот синоатриальной, вот синоатриальной блокады синусовой блокады синусовой узел деполяризируется, то есть он генерирует импульсы, ну, он такой, знаете, он дряхлый бывает, потому что его проведение импульсов на предсердие, то есть дальше, даже на уровне предсердия, уже не доходим, говорю о, значит, отревентикулярном узле, значит, нам нарушено. Это верхняя такая, верхняя, очень верхняя блокада. При синоатриальной, синоатриальной или синусовой просто блокаде, да, синоатриальной блокады первой степени, выход электрического импульса из синоатриального узла и синусового узла замедляется, но изменения на ЭКГ отсутствуют. При плакаде, синоатриальной блокаде, значит, второй степени, типа 1, то есть это периодика Венкебаха, Проведение импульса замедляется перед выпадением на ЭКГ. ПП-интервал, соответственно, прогрессивно укорачивается до тех пор, пока волна, когда П-волна блокируется, возникает пауза меньше двух ПП-циклов. Вот я не знаю, как нам удастся это показать. Но я думаю, опять через монитор будем показывать. Да, я понимаю, что презентабельность таких показов низкая. Значит, при синонатриальной блокаде третьей степени второго типа блокирование импульсов происходит без предшествующего замедления проведения импульса, вызывая паузы, равные двум или более интервалам ПП. При синонатриальной блокаде, то есть синусовой блокаде третьей степени, проведение полностью блокировано, П-волна отсутствует, что говорит нам о синусаресте, синусовой остановке. Ну, в чем причина? Наиболее частой причиной является, собственно, и дисфункция самого синусового узла. Это что? Это фиброз. Идиопатический, так скажем, фиброз. Ну, идиопатический, то есть непонятные этиологии, хотя, в принципе, этиология ясна. Идиопатический фиброз синусового узла, который может сочетаться с дегенерацией ниже расположенных элементов проводящей системы. То есть синусовый узел еще куда ни шло работать, кто-то, да, но импульсы от него, значит, не доходят даже до предсердий. Другими причинами могут быть приемы лекарственных препаратов, то есть этрогенная, да, наша причина. Повышенный тонус вагустного нерва, такая гиперфункция вагуса, такое бывает. Многие ишемические воспалители или так называемые инфильтративные заболевания, то есть воспаление как сопровождается инфильтрацией, ну, в стадии воспаления, да. У многих больных клинически с дисфункцией синусового узла симптоматика может отсутствовать. Ну, это так и бывает. Но в зависимости от частоты сердечного ритма могут развиваться все эти симптомы брадикардии, тахикардии. Как мы диагностируем на ЭКГ? Значит, медленный нерегулярный ритм позволяет предположить диагноз дисфункции синусового узла, который подтверждается на ЭКГ, или непрерывном 24-часовом мониторировании ЭКГ, холтер. У некоторых больных определяется мерцательная аритмия, именно вот, кстати, очень нередко, ну, очень нередко, да, так скажем, довольно часто. Значит, определяется вот мерцание, мерцательная аритмия, ну, или, как принято говорить, значит, фибрилляция предсердия, да, в англоязычных вариантах. О мерцательной аритмии мы с вами говорили. Так вот, вот это у некоторых больных определяется мерцательная аритмия, и первопричинная дисфункция синусового узла выявляется только после восстановления синусового ритма. Я вам откровенно скажу, что я потом часто думал, там надо было вообще восстанавливать синусовый ритм, потому что далеко не факт, что синдром слабости синусового узла лучше, чем, собственно, мерцательная аритмия. Ну, я вам говорю о норме форме, да, не тахе форме, или там, радио форме, мерцательной аритмии, а норме формы. Ну, и помним, да, что такое мерцание, помним, не забываем, что самое опасное мерцание, это, значит, провоцирование, значит, строка, инсульта, ну, понятно, да, мерцание, взбалтывается кровь в предсердиях, в аурикулах, значит, в ушки особенно, там накапливаются тромбики, восстанавливается синусовый ритм, да, можно даже-то и не восстанавливаться, и оттуда есть предсердие, левое предсердие, соответственно, в левый желудочек попадает, такая фабрика, левое предсердие, такое левое ушко предсердие, скорее, да, вот, представляет собой такую фабрику образования тромбиков, ну, это все будущий инсульт, он попадает в все это левый желудочек, и по току большого кровообращения, кругу кровообращения по каратиткам все это попадает наверх и провоцирует инсульт. Сейчас просто отвлекся от темы, просто знаете, как только вы слушаете, значит, коллеги, значит, вы слышите слово выражение мерцательной аритмии, пусть включается тумблер, вот, челок, выключатель, да, и думайте, что тут мерцательная. Рано или поздно здесь развится, на фоне мерцания развится инсульт. Ну и прогноз дисфункции синусового узла, он немножечко разный, смертность среди больных, не получающих лечения, а лечение у нас, ну, это пейсмейкер, конечно, сейчас чуточку ниже, скажем, составляет, которые не получают лечение, где-то около 2% в год, а это значительные цифры, в основном по причине, не собственно, конечно, дисфункции синусового узла, а по причине основного заболевания, не излежащего. Также не забываем, что каждый год примерно 5% больных, по некоторым данным намного больше, у больных развивается смертная аритмия, присущая ей высоким риском развития сердечной недостаточности, но или инсульта. Ну и лечение, да, значит, электрокардиостимулятор, понятно. Другого там по большому счету делать и нечего, кардиостимуляцию мы проводим. Основной метод лечения дисфункции синусового узла – имплантация электрокардиостимулятора, который ведет ритм, да. Риск возникновения мерцательной аритмии существенно по сравнению с желудочкой стимуляцией снижается при предсердной или предсердной желудочкой стимуляции, то есть против таких совершенных методов стимуляции. Вот эти современные двухкамерные гаджеты, вот эти кардиостимуляторы, позволяют минимизировать процент желудочкой стимуляции, таким образом снижает риск возникновения мерцательной аритмии, то есть грамотное введение. Антиаритмические препараты могут предотвращать пароксизмы тахиаритмии после имплантации кардиостимулятора. Что касается препаратов, то теофилин и гидролазин являются препаратами, повышающими частоту сердечных сокращений у относительно здоровых пациентов молодого возраста с бродикардией без синкопальных состояний. И действительно в таких случаях у молодых теофилин действует недурно. Да, я вот забыл вам показать синдром слабости синусового узла. Давайте вот я сейчас покажу так, как я показываю, да, и понимаю, что не так хорошо видно, прыгает экран. Но если будет очень прыгать экран, просто поставьте на паузу, и вы увидите, значит, синдром слабости синусового узла. Вот вы увидите эти ПП, выпадение П, да, укорочение ПП интервала. Я сейчас вам это покажу. Вот классика жанра, синдром слабости синусового узла на электрокардиограмме. Вот видите, стрелочка эта показана. Выпадение П, да, вот видите, выпадение ПП пошли. Вот разные степени, да, вот это разные, разная степень, это полное выпадение, синусовый арест, синусовая остановка. Постепенное укорочение ПП интервала. Разные степени, да. Мы это увидели, мы это поняли. И ведем это таких больных пейсмейкером. Итак, друзья мои, значит, синдром слабости синусового узла, это синдром нарушений, приводящих к недостаточной частоте, собственно, синусового ритма. Слишком медленной для необходимых, так скажем, текущих физиологических потребностей, что проводит, может привести, а может и не привести, к клиническим проявлениям. Нарушения синотериального автоматизма и проводимости могут иметь приходящий или постоянный характер. Если постоянный характер, мы говорим уже четко о синдроме слабости синусового узла. Если бродикардия возникает после эпизодов наджелудочковой тахикардии, скажем, связанных с смертельной аритмией, диагностировался синдром тахикардии, бродикардии. Тахибродия, да. Причины, самые частые причины, значит, это органика, как уже мы сказали, ну, самая распространенная органика, все-таки возрастные изменения, это атеростратические изменения, значит, связанные с ИБС, но и ИБС. Так что первая причина, тут трудно, мы не будем сейчас спорить. ИБС, наиболее частая. Различные кардиомиопатии, но не ишемические, потому что ишемические уже понятно, да. Различные системные заболевания соединительной ткани, послеоперационные повреждения и идиопатическая, то есть дегенерация, непонятная нам дегенерация, но она бывает обычно связана с чем? С эйджингом, то есть со старением. Функциональная дисфункция синусства узла в результате, скажем, бывает так, что занятие спортом, рефлекторная реакция узла блуждающего нерва, нарушение концентрации калия и гиперкалиемии, метаболические нарушения, связанные с щитовидкой гипотириозой, гипотермией, анорексией, различные неврологические расстройства, скажем, повышенное внутричерепное давление, опухоли центральной нервной системы, апноэ сна, сплошь и рядом. Лекарственные средства, те же наши родные бета-блокаторы, дилтиазем, веропамил, антагонистый кальций, гликозиды дают очень такой неприятный эффект, антиаритмики класса 1, амидарон, препараты лития, извините, уж пожалуйста, циметидин тоже может давать такие моменты. В дисфункции синусового узла часто сопутствует отсутствие нормальной хронотроповой реакции на физическое усиление, так как, то есть, надо было, скажем, побежало по лестнице, должно пойти учащение ЧСС. Это, кстати, очень легко можно проверить, да, и без таких серьезных аппаратов. Нет такого грамотного увеличения частоты сердечных сокращений. То есть, невозможность вообще достижения 85% максимальной нагрузки для данного возраста, частоты ритма и в 20-30% случаев нарушения АВ или внутрижелудочковой проводимости. Правда, ну, значит, современным людям, которые вообще не занимаются спортом, им вообще трудно достигнуть субмаксимальной нагрузки, то есть, 85% от максимальной. Ну, я понимаю, значит, нет такого качественного наращения, скажем, на 20-25% наращения частоты сердечных сокращений нет. Дисфункция синусового узла может быть приходящей, скажем, кстати, нередко бывает, при инфаркте миокарда, медикаментозной, ну, понятно, убираем препараты, восстанавливается, а инфаркт миокарда, значит, обычно в течение лечения это дело восстанавливается. Ну, или постоянно, постоянно может быть рецидивирующей или возвратной. Прогноз в большинстве случаев зависит от основного заболевания, появления тахиаритмии, риска тромбоэмболических нарушений, инсульт или периферическое эмболение, но инсульт уже ясно, мы сказали, что это мы ориентируемся на мерцание, потому что очень часто это, значит, подлежащее, вернее, бывает мерцание. То есть, восстанавливаете мерцание, а там синдром слабости синусового узла. Ну, как мы видим, диагностические критерии, это, значит, синусовая брадзикардия, то есть, частота синусового ритма менее 50. Остановка синусового узла, да, вот синус арест, отсутствие зубца П синусового происхождения в течение периода больше, чем 2 интервала ПП основного ритма. Перерыв не соответствует кратности основных интервалов ПП. Синуатриальная блокада, это типа Венкебаха, постепенное удлинение времени проведения синусового узла предсердия вплоть до блокирования одного из импульсов, что визуализируется как постепенное укорочение интервала ПП с выпадением в конечном итоге одного из зубцов П. Далее, типа МОБИС-2, периодическое выпадение зубцов П с частотой 2 к 1, 3 к 1, проявляющаяся пауза является кратной к циклам ведущего синусового ритма, часто заканчивается заместительным предсердным узловым реже желудочковым возбуждением. Ну и тахибрадия, значит синдром тахибрадии, пауза в синусовом ритме бывает удлинена в момент прекращения наджелудочковой тахиаритмии. Для диагностики слабости синусового узла необходимо подтвердить проявление клинических симптомов во время брадикардии, то есть меньше 40 ударов в минуту или пауз более 3 секунд, что затруднительно часто бывает. Помогает длительная регистрация ЭТГ по холтеру, использование регистра событий, иногда можно вмешаться электрофизиологическим, обычно через пищеводным методом. Не знаю, по-моему у меня ссылочка, я попытаюсь дать ссылочку, не знаю, есть она у меня или нет. Ну ладно, значит диагностика мы проводим, понятно, да, разобраться надо, причем это синкопы, в общем, друзья мои, это синкопы. Давайте все-таки синкопы у меня точно, если я вам дам на синкопы, ссылочку, а там видно будет. Синкопы надо заново пересмотреть. Ну принципы лечения, лечение симптоматической брадикардии, лечение здесь у нас длительное. Если это спортсмен, то, увы, прекращение регулярных тренировок спортсменами. Или такие неэкстремальные виды нагрузок. Оптимизация лечения основного заболевания и отмена, это уже не спортсмены, конечно, тех лекарственных средств, которые вызвали брадикардию. Но это очевидная вещь. Теофилин может применяться у некоторых больных, особенно молодого возраста. Ну тут, знаете, как с теофилином или эуфилином. Считается, что он редко подходит для длительной терапии, но он такой безопасный препарат, по большому счету. Если он дает эффект в первый день, первый-второй день применения, значит он будет давать эффект очень длительно. Ну всегда держите в уме, больному тоже скажите, что лучше, конечно, не жить, особенно с возрастом. Не на препаратах, а на аппарате. Все-таки аппарат вам даст гарантию. Вот этот аппарат, а имплантация кардиостимулятора. То есть больным со стойкой брадикардии, у которых симптомы однозначно могут быть вызваны только брадикардии, или с документально подтвержденной периодической брадикардии, обуставленной синус арестом, то есть синусовая остановка или синатериальной блокадой, ставятся аппараты. Как стимуляция первого выбора рекомендуется режим 3D-R. То есть при постоянной брадикардии без хронотропной недостаточности 3D, задержка и стимуляция желудочков. Они дают наилучшие результаты. Ну, друзья мои, я думаю, более чем достаточно. Сейчас не будем уходить в дебри, аритмологии, да. Вопрос, я думаю, понятен. Благодарю вас за внимание. Не забывайте поддерживать нас вашими лайками, вашими комментариями. Ну, если есть возможность поддержать нас материально, вообще будет шикарно. Как это сделать, вы найдете в описании к этому ролику. Очень удобно, очень удобно. Ростой метод из системы Яндекс. Первая опция. Там три опции есть. Первая опция, переходите по линку, и это вам. Это международная система, российская система. Выдается та система перевода в день уже, которая вам наиболее удобна. Так что мы будем благодарны любой системе переводов. Любой посильной помощи. Все, друзья мои, всего вам доброго. До новых встреч. Встречаемся и на следующих лекциях. Пока. Будет так же интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова